Всем привет! И мы начинаем играть в игру, под названием The Beast Inside. Это хоррор. Хоррор. И вроде даже какой-то неплохой. Ну типа по страху, по скримерам. Много довольно-таки всего. Проблема первая. Сейчас день. Дверь закройся. Молодец. Обожай-ка. Слушают и закрывают дверь. Ну ладно, погнали. Что можно сказать по этой игре? Я ничего не знаю. Я не ловлю спойлеров никогда никаких. Я знаю только что она очень даже хорошие отзывы имеет. И скримеры. Вот. Ну и все. Погнали. Типа. А еще русификатора нету. Ну только на субтитры. Поэтому. Субтитры русские. Остальное все английское. Ну еще в меню, как видите, тоже. Ладно. Новая игра. Выберите уровень сложности. Приключения для тех, кому интересны истории. Баланс между головоломками и элементами экшен. Что-то упало. Для тех, кто хочет испытать себя зверь. Ну стандартный, как обычно. Наверное, у меня что-то упало. Сейчас. Все поднял. Отлично. Начало. Глава 1. Логичное название. Начало. Фильм такой еще есть. Ой, я примерно такую штуку делал. Эффект. Любой клавиш. Где? Где я? За что? Господи, за что? Адам! Адам! Зачем ты преследуешь нас? Из-за работы Адама? Все тебе надо. Зачем ты мучишь нашу семью? Нет! Адам! Я так понимаю, это Адам, да? Нет, что ты сделал с Адамом? Господи. На войне без потерь. Никуда. Нет. Никакой войны нет. Мы обычная семья, слышишь? Мы хотели спокойно жить в своей жизни, но ты разрушила эту мечту. Фотографии. Жучки и угрозы. А теперь ты убил моего. Не подходи. Не смей. Они уже знают о тебе. Они наблюдали за этим домом. Тебе не позволят. Тихо. Нет. Что ты творишь? Что же ты творишь? Что ты делаешь? Я сидит. Провожу линию фронта. Это какое-то ступление. Недели ранее. А зачем мне тогда было говорить то, что... Чем сейчас окончилось? Старые добрые времена. Президент Картер дал комментарий касательно советской угрозы. Ну, я сфоткал это сразу. Почему бы нет? И это тоже. Какая музычка. А вот машина вообще нелогично выглядит, как дороги. С каждой минутой у меня появляется все больше сомнений. Да уж, будет трудно, но... Это ведь ты говорила, что хочешь выбраться из города и ощутить зов природы. Что за хуйня? Почему она лагала сейчас? Все выходные, родная. Не на всю жизнь. А кто сказал, что мы уезжаем на всю жизнь? Серьезно, Эмма? Мы не знаем ни какой сегодня день, ни сколько сейчас времени. Обхохочешься. СМИ так постоянно пугает нас ядерной угрозой. О том речь, и если я не разгадаю шифр, вся эта страна превратится в здоровенное ядерное гребище. А, дом, хватит. Это шутка? А с другой стороны, может, эта развалина обрушится на нас раньше, чем ребята Брежнева нажмут на красную кнопку. О, Брежнев. Никакая ты не развалин, этот дом тебе подарила родители. Ты должен быть им благодарен. Сам посмотри, выглядит даже лучше, чем на фотографиях. Ну, вроде неплохо. Наши вещи уже здесь. Ах, ты их привез. Эти ленивые грузчики даже не удостоверили дождаться нас. Ничего, мы сами донесем все внутрь. Ага, на деле я буду надрываться, а ты командовать. Параллельно принимай душ. Я хотел то же самое сказать. Типа она будет ни хрена не делать, а я буду таскать. Ну так, класс. Три часа в дороге, и вот мы на месте. Здесь, кажется, тихо и спокойно. Может, я наконец смогу устрадоточиться и расшифровать эти чертовые телеграммы. Милые, не стыдь на лбом. Коробки сами себя не занесут. Иди ты нафиг, уже бесишь. Отправочка. Здесь было тихо и спокойно, пока я не пришла ему. Окей. Так, ну, вроде... Блин, чувствительность, ну как? Ну, вроде, окей. Как так? Как так получилось, что у меня чувствительность сразу... А, нет, ненормально. Так, ну, 180... Вроде я делаю... Нет, я больше делаю. Что-то я не пойму. Погоди. Вот, я смотрю на дверь. Хоп. Хоп. Нет, не докручиваю, походу. Настройки. Ту-ту-ту-ту. Яркость управления. Не понял. А, вот. Ну, где-то 1,2, наверное, надо принять. Ну-ка. Ну... Ну, короче, более-менее нормально. Вроде сойдет. Хоп. 180. Хоп. 180. Нормально. Все, нормально. Я себя зачесываю. Отлично. У меня машина закрыта. Сразу ключ. О, как он прикольно ходит. Такий... Это... Это хорошо. Мне нравится. Когда уходит. Да и графика вроде такая ничего. Смотри, как красиво. Давай машину с этой стороны сфоткаю сразу, чтобы, типа, мы приехали. Такий дом. Вот так. Блин, тачка. Тачка нужна. Блин, и свет как низ, чтобы... Вот так хорошо, да? Там какая-то беседка. Ее чинить придется, наверное. Так, и дом. Дом тоже надо сфоткать. Сейчас мы пофоткаем. Зашли в игру фоткать. Так, а что, блин, нет? Кто так паркуется? Это неудобно. Во, вот так вот идеально. Типа, дом нашей мечты. Мы приехали сюда и живем. И что может пойти не так? Это наш дом. Коловик заколочен. Почему? Открыть дверь. Блин, только не эта херня. Тянуть надо. Черт. А что тут ничего нет? Как я должен... Так, а это... А, тут двери нету. Я пытался ее открыть. Ладно. Тут ни хрена нет. Пошли, ладно. Дом. Какие-то вещи надо нести. Вот это что? Коробки. Нажмите там, чтобы проверить диктофон. Адам записывает разговоры. Свои мысли происходят, деящие на диктофон. Нажмите проверку, чтобы продолжить. И че? Эмма, милый, не стучит. Так, это нахер. Записки. Предметы. Ну, диктофон. А че его проверять? Закрыть. А, типа я... Что? Вращать. Нахрена непонятная херня вообще не могу отвечать. Нужно стащить эти коробки в дом. Нужно поставить ее на стол, наверху. Окей. Блин, че, серьезно что? В смысле? Да е-мое, придется двери открывать. Он пнуть ее не мог? На стол наверху. Ну, это хорошо, это легко. Где стол вверху? Блин, у меня рук нет. Какой стол? Вот этот стол. А, ну, видимо, да. О, коробка на месте. Пора красить стены. Кажется, на чердаке есть краска. Чердак. Закрыт. Чердак закрыт. Черт, не дотягивайся. Нужно найти что-нибудь... Мне поставить лестницу, что ли? Черт, стул. И сюда. И сюда. Эх. Блин, как его перевернуть? А, вот так. Оп. Он переворачивается. Да не переворачивайся. Шо такое? Какие стулья тут неудобные? Мне уже раздражают они. Опа. Тихо, не падай. Ага, хорош. Оп. А, он там закрыт. А, что, ключ надо найти? Что это такое? Я заплатил этим засранцам вперед, поэтому мне удивительно, что они даже не потрудились подняться с коробки на чердак. В наше время никому нельзя доверять. Ага. Взять зачем? Нахрена это? Раскидаем мусор. А зачем каждый предмет брать? Закрыто. Почему в моем доме вся дверь закрыта уже? Изначально. Офигеть, коробки занес, конечно. Ничего не принес. Ну, потаскаем еще. Нахрена мне на чердак лезть? Да, много же коробок занес. Опа. Нормально. Типа, две хватит. Закрыто. Как эту херню открыть? Ключ надо найти где-то. Так, это моя комната, походу. Все занавешано. Трось для опускания чердачной лестницы. А, во. Отлично. Закрыто, закрыто, все закрыто. Обалдеть. Ты, конечно, доставал и так. Блин, обалдеть. Опа. Минус стул. Блин, как это неудобно. Снова закрыто. Да вы издеваетесь, блядь, в натуре. А, да мой ребенок все слышит, даже в животике. Значит, он станет замечательным агентом. Родная, без ключа на черт-чудак не попасть. Скорее всего, в ящике в столовой. В столовой. С чего ты взяла это? Ящик? Где столовая? Вот только ящик тут не один. Тяните таллиц, я уж понял. Так, тут нету. Тут нету. Погоди, еще не все. Тут тоже пусто. Здесь. В столовой ничего не нашел. Ой, прости, кажется, я оставил ключ в багажнике. Как обычно. Что это такое вообще? Ой. Она так плавно летит. Так, это что такое? Блин, все брать не зачем? Зачем мне все брать? Непонятно. Может, какой-то предмет нужен, а может, какой-то нет. Блин, а багажник тоже закрыт, наверное, да? О, он бегать может, отлично. Не, ну это великолепно, конечно. А, вот так? Окей. И где тут ключ? Где-то... А, вот это? Ну, короче, найдет потом, если надо. Если что-то нужно, она найдет. Что, опять что ли нет? А, вот ключ же. Емко, я его не заметил. Ключ, которым можно открыть чердак. Кто ложит ключи в багажник? Зачем его потом там не найдешь? Там же столько, куда он может завалиться. Это дебильная тактика брать ключ, ложить в багажник. Так, ну нормально. В принципе, неплохой чердачок. Что это? Э, нафиг ты закрылся? Открытым будь. О, нормально. Тут еще и двери есть. На чердаке-то. А что сюда пришел? А, краску взять точно. Краска, краска, краска. Вот это краска. Нет, это не краска. Можешь краска. Хрен его знает. Нет, это не краска. Это баллон. А вот это не краска? Нет, не краска. Где краска? Краска нужна. Шо это? Телек включен? Или что это за звук? Что это такое? Звук какой-то. Какой-то тут пылесосик. Так где краска гребаная? А есть задания какие-то? А вот. Ой, прости, кажется, я оставил против багажника. Коробка на месте. Нужно поставить ее на стол. Пора красить стену. Кажется, на чердаке есть краска. Не вижу никаких красок на чердаке. Че это такое? Шо это? А, вот плевать. Так. Это нафиг мне. Где краска? О, краску нашел. Блин, хрен найдешь. Иди сюда. Констер какая-то. Ну, конечно, рукожопа. Хэм, а что это? Ча посмотрим. Я чай пил, погоди. Хлипкой половится. Под полом что-то спрятано. Нужно подпереть ее. Может, есть где-то здесь лом? Может, это делать ничего. Так, лом. Найти инструмент, чтобы оторвать доску. Так, давай так внимательно посмотрим. Да, блядь, что за говно? Иди ковер. Раскидай предметов, потом мне загребать. Так, внимательно смотрим, че блестит. Кроме доски. Ни хрена тут ничего не блестит. Это не увидишь так просто. Телефоны. Какие-то консервные банки. Никто не убирался, походу, лет 50. Может, там? Швабры. Может быть, можно швабры сломать? Это, милая, бери. Прибирайся, че я один че-то занимаюсь. Что это? Какая херня какая-то? Где лом? По-любому лом нужен. Вон еще окраска, кстати, между прочим. Он только приехал в дом, начинает все ломать сразу. О, тут под половицей, че-то. Такая херня. Где лом? Руками оторви. Нет, нельзя. Неужели тебе обязательно ломнуло? Что это? Картина какая-то, походу. Проветрим. На чердаке давно не открывались окна. Пускай будут открыты. Ладно, хрен откроешь еще. Тут-то лома нет. Что очень-очень-очень печально. Сковорода. Хренак, люби кого-нибудь. О, кстати, сковорода... Сковородка вряд ли можно. Может, с этой штукой? Короче, она потом приберется еще. Тут ни хрена нету. Никакого лома. А, может, он там? Конечно. Где ж еще ему быть? Взять. А это тут что? Прогнуться можно? О! Топор! Ой, блин. Да возьми с собой. Мы в хоррор играем. Ладно, вниз спущу. Пускай... Блин, надеюсь, там не было моего любимого. Пришла топор, просто в бошку упал. Любимая, возьми топор, вдруг пригодится. Так. Половиться. Так, стул, уйди нахрен. Заколебай эти стулья уже. Эти-ка... Ох, тяжело-то. Ломайся. Что там, клад? Надеюсь, не порно-журналы, прадеды? А что, тебе не нравится? А, ну, это какая-то головоломка, что ли? Так, и что это? Открывай-ка и записок о Гальской войне Юлии Цезаря. Помню, мы проходили ее на латыни. Некоторые буквы выделены. Мхрал. Повернись, чтобы обнаружить скрытое послание. Переверните, прощай. А, G равно C. Инициал... Да тут надо шифровальщикам, чтобы... Минуточку... G равно C. Инициалы Юлии Цезаря, латиница. Только почему здесь написано, что они равны? Ну, это, видимо, какая-нибудь... Как ее... Юлии Цезаря... А! Шрифт Цезаря! Да это херня! Плюс три символа, что ли, когда? Это ерунда. Нужно разгадать шифр, чтобы открыть. Так, там было какие буквы? Погоди. Стой. Завершись. А как открыть ее? Записку гребанную. Записки. Ага. Так. Мых... Карандаш. Где карандаш? Блин. Вот карандаш. И бумажка. А то где они... На лбу шульки... О, вот это возьму. Блокнот. Так. G равно C. Только здесь нет этого. Радует. Радует. A, B, C, D, E, F, G. А, там такая же. M, H, R, A, O. Ну, это явно не подойдет. Так-то. А, закрыть. G равно C. Я так не пишу просто. M. Ну, если я M вставлю, это вряд ли что-то подойдет, мне кажется. Хотя, хрен его знает. Давай попробуем это сначала. H тут есть? Ну, есть. P. P. A. И O. Вряд ли будет. А тут O вообще нет этого D, что ли? Ну, это явно не подходит. Ага. Ага. Хорошо. Не подходит. Это O. Судя по всему, G и C равны первой буквы шифра, должна быть. Я... Алфавит мне нужен английский. Насколько сильно они отличаются в алфавитном порядке? Сейчас мы разберемся. Сейчас разберемся. Английский. О, сразу первая фигня, да. G. G равно C. Тут огромное количество букв, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На семь букв между ними. Семь. То есть, это получается минус семь. Ну, давай. M. Минус семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это F. Первая буква F. Наверное. Хрен его знает. Первая буква F. Есть тут так F? F есть. Окей. Дальше. H. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A. Здесь A. Окей. Дальше. Что еще там? Что там? Что там было? А, P. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J. Тут J. Ха. Стоп. Может, что-то не так? Погоди. Что там должно быть? P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, J должно быть. Что-то не так разгадываю? А, я тут рядом. Попробуй, может, я что-то не посчитал. Погоди. Стой. J равно C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А. Тут какая-то Ш. Там 6. Какого хрена? Что это за алфавит такой? Другой найти. Какого хрена? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 символов между ними. Значит, здесь тоже не так буква-то. Блин. M. 1, 2, 3, 4, 5, 6. F. А. Как я считал? Ладно. Здесь, получается, A так и остается. Что там должно было быть? H. Ну, да. Все верно. Что-то я как-то странно. Тут I. Все верно. Дальше. A. Ну, типа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, T. Ну, это вообще с другой стороны алфавита. И O. 1, 2, 4. Это H. Гениально. Ну, да. Шифр Цезаря. Шифр Цезаря. Это программирование. Это все дела. Спасибо. Спасибо. Ну, это самый простой шифр, который есть. То есть, чё? Чё? Алло? Откройся. Я же тебя открыл уже. Что за... Ты чё бесишь меня? Она... Она не хочет открываться? Ты чё, блин? А, вот это еще чё-то. Так. Какое устройство для дешифровки? В режиме исследования некоторых предметов можно выполнять дополнительные действия. Это устройство поможет мне расшифровать послание. Ключ какой-то. Чё это? Старинный ключ. Интересно, что он открывает. Хрен его знает. Возьму. Предмет добавлен в инвентарь. Книжка. Принадлежит Николасу. 27 сентября 1864 года от Рождества Христова. Вечер почти ночь. Раньше я никогда... Глава 2. От Рождества Христова. Вечер почти раньше никогда не ввел дневник, но говорят, это может помочь мне вернуть утерянные воспоминания. Кроме того, письмо проясняет разум. Так проще отличить факты от собственных выдумок. Так, я дочитал уже. Ну, я тоже прочитал. Спички. Ещё спички. Охерительно. Эээ, спасибо. Проще отличить факты от собственных выдумок. Ну да, я тоже читал. Куда мне чё... Зажечь спичку. Куда мне идти? И вновь я дома. Спустя 10 лет. Отсутствие дом к моей радости совершенно невредим. Отлично. Друг, куришина, глава у меня сейчас нет. Нужно зажечь все свечи, осмотреться. Ага. Ага. Отца нигде не видно. Но неужто я и правда рассчитывал, что он окажется мне равнодушный приём? Да он производит странные впечатления, хотя он совсем не изменил. В тёмных заколуках моего сознания пробуждает страх, но причины я пока не понимаю. Задания-то какие? Однако восп... Должны вернуться... Однако воспоминания должны вернуться. Так меня заверили. Может, тогда я помню, что произошло с моим отцом. И со мной. Хуйня какая-то хуйня. А, вот. Чтобы прочитать дневник. Никол записывает туда свои мысли. Закрывать. Вот это. Блин! Какого хрена ты потушил? Дурак, что ли? Здесь темно. Что это? Записка. Фотографии. Мой отец и его партнёр несколько дней спустя, после открытия паритовой шахты. Взять. Что это? А затем тяните, толкайте мышкой, чтобы передвигать тяжёлые предметы. Что? А, ты что? Иди сюда. Да ё-моё! Кресло грёбанное. Это как-то мне... Уйди. Дай пройти. Что это? Скажи, что там спички, пожалуйста. Ага. Уйди нахрен. Я хочу спички взять. Ага. Какая-то бумажка. Мой отец купил-то эту землю практически за бесценок. Его друг, судья Нортон, подписал договор и заключил сделку. Вот так вот и решились вопросы в те времена. А так и решались вопросы в те времена. Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Мой отец знал, что под землёй находится перик. Но искал состоятельного партнёра, чтобы... Что происходит? Чтобы открыть здесь шахту. Тогда-то он и познакомился с Джорджем. Затем отец построил гостиницу и какое-то время дела шли в гору. Хорошее было время, но боюсь его уже не вернуть. Возьму. Вообще через записки я ненавижу, когда это везёт свой ступень. Нет, такой бред. Это свечка? Это свечка. Отлично, так-то лучше. Сокрыто. Какое-то масло, что ли? Тут нихрена нету больше. Находить свечки и зажигать просто? Что за звук? Здесь темно. Зажгу свечи. Так я зажигаю. Эти чё? Я не могу быстрее их зажигать. Как темно-то, а? Как темно. Может, это свечка тоже? О! Хорошо! Светло! Замеч... Лампа? Опа! Возьму лампу. Это удобно взять. Так, F, если что, активировать их, да? Вот тут чё? Ничего полезного мне. Так, эта свечка зажигается? Ага, две свечки, отлично. Блин, что это было? Ненавижу. Наверху, что там такое? Чё напугало-то меня? Только взял какую-то хероту, и чё-то упал. Что? Где? Иди сюда. Проклятый ветер. Я же затворял окно. Ну чё, закроем? Ничего страшного. Кстати, неплохой свет. Погоди. Уйди. Не, не очень. Выглядит, вроде так, более-менее нормально, но не очень. Так, окно. Закройся, блядь. Чёрт. Блин, немножко напугал. Эй, вы что тут сделаете? Это частная собственность. Частная собственность. Окей. Да кто это, чёрт возьми? Пошли узнаем, действительно. Угу. Культа нет. Пошли и узнавай. Куда он делся? Эй! Эй, вы ещё здесь? Нужно проверить. Естественно. Да, конечно. Чё? Он указывает на сарай. Возможно, я что-то там найду. Блядь, к тебе какой-то чувак пришёл, ты идёшь в сарай, куда он тебе показал. Ну ты, блин, вообще больной. Ладно, пошли. Ну раз ты так хочешь побыстрее попрощаться с жизнью, пошли. Почему бы и нет? Что? Странно, внутри горит свет, но дверь заперта. Так, иди отсюда. Может, тут найдётся чем разрезать цепь? А, цепь надо разрезать. Сейчас найду. Может, от вот этого? А, ну вот смысл. Мне было только доставать эту лампу грёбанную. И так всё хорошо видно. Как её потушить? Иди. Ага. Так. Всё. Минус дверь. Откройся. Ты откройся, говорю. Да, грубо... Брёвны какие-то. Уйди. Всё. Как меня это раздражает немного. Ага. Записка. Чёрт, да что же здесь происходит? Поверните, чтобы обнаружить скрытое послание. Газетная вырезка. Так, сейчас он допишет, а то, блин, это читать невозможно. Во. Чудовищное преступление потрясло миролюбивых местных. Вызванный в гостиницу помощник шерифа подтвердил факт гибели мужчины. На протяжении непосредней нескольких недель Джон Нортон считался пропавшим без вести. Мучитель проявил необычную жестокость. У жертвы было перерезано горло, по всему телу обнаружены многочисленные ранения и ожоги, свидетельствующие о продолжительных пытках. А почему? Зачем? Жестокое убийство? Здесь? Джон Нортон? Это имя где-то слышал. Ну, с таким любопытством по-любому должен был слышать. Это шляпа моего отца. Подвал? Это что, какая-то подсказка? Нужно разобраться. Сейчас, тут спички. Уйди нахуй. Уйди ты, птики. Пускай горит свет. Свет хорошо. Тьма плохо. Ага. Пошли. Ну, домой обратно, получается? Так, погнали. Ты не хочешь меня, конечно, задать им бродягой глухой ночи? Пойду-ка я домой. Блин, а что ты сейчас делал? Вот что ты сейчас делал? Блин, а может... У меня есть что-нибудь такое, чем я могу еще обороняться? Молоток. Пошли. Идем. Просто мне кажется, что ты... Ладно. Еще я знаю, что здесь молоток есть. Да, в темноте бегает самое то, конечно, но чуши нет. Ага, понятно. Сейчас, секунду. Блять. Стоит. Стоит, смотрит. Так, другой молоток тут я не найду. Что за... Что? А, вот выход. Слушай, я иду за тобой. Слышишь? А можно посильнее кинуть? Тихо, тихо, тихо. Э, чё... Чё вы сюда вошли? Эй, вы что, глухой? Я с вами разговариваю. Эй! Слышь? Блять, теперь около молотока у него-то, а? Чем мне тебя грить-то? Погоди. Стой, короче. У меня же должно быть оружие какое-нибудь. Тумбочка, например. О, лампа. Так, а, стоп, точно лампа. Она не сжигается, блять. Так, ладно, иди сюда стул. Вы это, присаживайтесь тогда? Блять. Если я кому-то об этом расскажу, то не надо рассказывать об этом. Он чё, свет потушил? Я тут свечи тратил, свои драгоценные, он взял, потушил свечи? Вот, блин, зашёл, мне свет тут тушит. Говнюк. Куда мне идти? Где бы ты ни был, это частная собственность. А где у меня тут где-то? Что это? Мне, мне нужен подвал найти, да? Блять. А где подвал? Где подвал? Тут двери все были закрыты, насколько я помню. Что за говно? А, здесь был? Здесь как-то темно, дай лампу достану. Блять! Как он запел-то прикольно. Блин, это было неожиданно, я испугался. Типа, я не сюда смотрел вообще. Ладно, погнали. Дверь откройся, пожалуйста. Ну, видимо, сюда идти, потому что куда ещё? Какая страшная картина. Откуда вся эта кровь? Господи боже! Ну, мы не ищем легких путей, мы не ищем легких путей, поэтому мы возьмём, короче, и пойдём по следу крови. О, блин, как много. Да-да-да, ща-ща-ща, секунду, погоди. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Да-да-да-да-да, чё такое? Что такое? О, у меня не с тобой. Да, чё случилось? Вы где? Посмотри, как хорошая ли это идея. Где он? Ох. Иди сюда. Нахуле на это что? Так, выйдите из моего дома, пожалуйста, мистер. Утюг. Я тебя утюгом угрею. Чё здесь так темно? Можно здесь свет включить? Блин, туда или сюда. Пошли сюда. Спички. Бумажка. Бросить. Нафиг мне. Бумажка какая-то тут так страшная. Как темно здесь. О, лестница. О, топливо. О, записка. Первая реклама гостиницы моего отца. Лей. Какое-то говно. Не знаю. Вообще бесполезная вещь. Ничего полезного я из этого не узнал. Гостиница какая-то. Отца. И чё? Без проблем вообще. Так, ну. Так, утюг я возьму. Блин, куда мне вот смотреть во время этой херни? Спичек просто навалом. Да и топливо тоже. А как его заправлять в лампу-то? Ой, тихо. Не делай так больше. Так, дверь закрыта. А что за дверь вообще? Как темно-то. Туда что? Ну, конечно. Нет, я уже знаю, что прыгнутся. Я там топор доставал из ящика. Что? Где? Так, это лицо какое-то странное. Блин, здесь всегда такие картины еще покупать и ставить самые тупые места. Чтоб мне видно было его страшно. Просто углудские картины какие-то. Может, здесь другой вход? Это делать нечего. Ага. Это как... Как это делать? А, понял. Всё. Типа кружочек сужается, надо нажимать. Без проблем. Чёрт, не открывается. Может, мое чемодан не найдется что-то... Чем я могу открыть всю эту дверь? Какой чемодан? Нужно пробраться туда. Остается надеяться, что это кровь моего отца. А, не кровь моего отца. Ага. Так у меня же здесь были кусачки же. Чё за... Ой, блин. Где? Где это говно? Нафиг тебе. Кто ещё, блин, напугает? Какой чемодан? Где какой чемодан мне найти? Чё за бред? В моём чемодане. Ой, блин. Тварь. Ай, да это... Чё за... Я кнопки путать начал. Сколько можно эти скримеры? Лошадь, уйди нахрен. Бесишь. Шо это, блядь, за дерьмо? Что-то че-то ровщина. Похоже на корни. Нужно избавиться от них, прежде чем уходить с подвала. У меня есть штука, которая поможет. Ага. Блин, что такое-то, а? Как это неудобно режется всё? Всё, блин. Где мой чемодан? И нахрена я здесь делаю? Ну, наверху. Что ему надо? Ты хер ли тут встал? Ты чё тебе надо? Слышь, что я сейчас я подойду. Стул, погоди, не исчезай только. У меня есть кусачки, понял? Блин, смотри, как сделано, а? То есть невозможно пройти, чтобы он не исчез. А где мой чемодан? Где мой чемодан? Так. Кто-то копался в моём чемодане? Блин, закройся, пожалуйста, и больше не открывайся. Всё. Отлично. Ключ. Понимаете, зачем я его взял оттуда? Чё? Туда, где провёл последние 10 лет. Я даже не помню, от какого он замка. Ну, возьмём-то. Чё у меня тут есть? Чем открыть можно подвал? Тут ни хрена нет, только ключ какой-то странный. Что? Ну, вот сейчас скримит. А, нет, не совсем. Вы кто такой? Отойдите, слышите меня? Ну да, он сюда залез, и поэтому он отойдёт от тебя. Отой. Минус спина. Какой он медленный. Блин, ну с такой скоростью ты никого никогда не догонишь. Он на этого похож, на Джокера. Я представить не мог, что старый дом моих родителей, куда мы с ним решили переехать, таит столько секретов. Я нашёл в чадарке под половицей дневник некого Николаса Хайда. Пока я читал его, меня бросало в дрожь. Не знаю, происходили ли эти жуткие события на самом деле, или это всё предни того самого Николаса. Так, походу, здесь вообще ничего страшного не будет, вот в этой вот весёлой утренней вселенной. Чёрт, а страниц-страниц куда-то вырвали. Кто-то вырвал. Странно, я был на чердаке и нужно показать дневник Эмени, вдруг заинтересуется. А, в натуре, как я здесь оказался. Оба-на. Вот, нахрена мне это надо? Что это даёт? У меня же ничего нету. Бред какой-то. Не знаю, чем-то осматривать. Эх, какого хера я здесь делаю? Зато спускаться не надо. Надо лестницу уже закрыть, может быть. Что? Я же закрыл её, наоборот. О, всё. Так, иди давай туда. Давай-давай-давай-давай, вперёд. Отлично. Так, где Эмма вообще? Где она может быть? Эмма? Нет. Эмма. Эмма. Эмма, эмма, эмма. Эмма. Эмма-то тут? Эмма, они тут. А Эмма может быть здесь? Родная, ты не поверишь, что я нашёл. Эй, Эмма? Эй, Эмма, ты меня слышишь, Эмма? Алё, блин, Эмма. Думала, что чё-то. Я звала тебя, но ты никак не реагировал. Где ты был? А, читал. Я рыскал по чердаку и нашёл вот этот... Кстати, электричества нет. Дневник что? Похоже, сломался предохранитель. Будь лапочкой, сходи в подвал и почини его, пока не стемнело. Здесь нужно вести порядок. И чем раньше мы этим займёмся, тем лучше. Ну, ты и сам это понимаешь, верно? Что ты, блин, к нам и наезжаешь? Она всегда так делает? О, бинокль. А, бутылка, штырь. А как её разбить? Ух ты, ни хрена, как сильно полетела. Она бьётся вообще? Сейчас, Эмма, погоди. Будешь ты на меня кричать? А, типа, надо зажать, тогда надо сильнее лететь, да? Типа, вот так вот берёшь, нажимаешь. Он зажимает. И, Эмма! Не разговаривай так со мной. Какая, а? Так, куда мне надо идти? Где этот предохранитель? Электричества нет. Куда мне идти? Машина. О, предохранитель. Блин, такие просторы. Как я должен понять, куда идти? Мне этот предохранитель гроба не искать. Не, кстати, природа классно сделает. Мне нравится. Прикольно выглядит. Классно ж. Вообще, идём. 44 минуты. Иду, шагаю по лесу. Не хочу найти лесу. Так, ну, блин, и куда мне идти? Сюда предохранитель искать? Где предохранитель? Как я его должен найти? Сгоревший предохранитель. Может, подвал? А нахер, сюда попёрся. В подвале обычно предохранитель. На вид старый. Интересно, кто на ней качался? Не знаю. Гейб. Может быть, и Гейб. Гейб Ньюилл. Ух. Фига. Ну, это река хреново выглядит, если честно. Хреново. Прям вообще ни о чём. Просто анимированная поверхность какая-то. Вон там к соседям, походу, есть. Там мост. Пошли мы к мосту. Перейдём мост, и может, куда-то уйти можно будет. Может, вот конец игры будет как раз. Ну, в плане, типа, без всяких ужасных последствий. Просто взял и уехал из этого дома. Нахер ему надо мне. В натуре мост есть. До свидания. А-а-а. Тут вон как. Блин, ладно. Тогда предохранитель придётся искать. Блин, ещё жену оставил тогда. А задолбал, но езжать. Где она тут в окно смотрела? Это здесь? Здесь, что ли? А, вот тут она где-то стояла. Где она? Вот здесь она была. А, вот. Привет. Стоит. Такая удивлённая. Что ж, придётся идти в подвал. А, вот туда. Понятно. Предохранитель в подвале. Конечно. Подвал. Опа. А это не будет трогать? Да что с ней. Говорит, что со мной что-то не так, будто я на клумбу что-то там не постриг. Ты плевать вообще. Мама здесь выросла, но мало рассказала о своём детстве. Она думает, что нам с Эмой здесь хорошо, и я с ней согласен. Представить не могу, насколько сейчас тяжело вырастить ребёнка в Бостоне. А, дом наш дорогой сын. Этот дом очень давно принадлежил к нашей семье. Его даже иногда называли пристанищем Стивенсона. Когда мы с твоим папой переехали в Бостон, то думали, что дедушка его продаст, как и собирался. Но к нашему удивлению, он завещал его нам. И теперь мы с женой сможем поселиться в этом доме, вырастить своих детей вдали от суматохи современного мира. Лучшие места, чтобы отпустить корни и не найти. Заботься об имени хорошенько. Мы заглянем к вам в следующем месте, если моё бедро не расшатается. А, ну, не важно. Мама, твой папа считает, что должен выбрать имя вашему ребёнку. Без понятия, почему он так на этом наставит. Самый старый стал. Наверное, хочет оставить какое-то нибудь наследие. Но не суть. Ты, главное, сделал вид, что удивился, когда он тебе об этом расскажет. Я не буду его принимать. Это не его дело, как я должен называть. Ребёнка. Вообще не его. А, ну ладно, охуенно. Позвали темно, хоть глаз выкрыли. Мне нужен фонарик. Может, чердаке найдётся? Опять на чердак? Ой, да ладно. Крёбанный чердак. Я его только закрыл, чтобы он не маячил весь. А тут, оказывается, его ещё раз надо открывать. Ага. Ага. Это фонарик. Это фонарик? Какой странный фонарик. Ладно. Подвал. С фонариком. Ну, пока ничего хорошего. Здесь хотя бы понятно, почему там действует. Как фонарик врубить? А, он сам вырубил. Молодец. Починил. Что-то пропустить. Грёбаный лошадь. А я поэтому и ронял её в прошлой главе. Потому что она отвратительная. Эта лошадь мне будет в кошмарах снится. Так, как её перевернуть-то, блин, чтобы она мне не мешала? Мне могло пригодиться. Ну, ладно. Какой он яркий фонарик-то вообще ужас. Просто феноменально. Вообще опасный дом. Тут столько баллонов. Чё-нибудь загорится и всё. Всё просто взлетит. Космос обгоним Илона маской. Где предохранители? Похрен его знает вообще. Закрыто. Чё за дверь вообще? Почему она вечно закрыта? Почему в моём доме дверь закрыта? Я постоянно этому удивлялся. Ага. Ага. Странно, дома не хватает. Его что, специально вытащили? Замурованная стена. Возможно, запасной предохранительной есть сарай рядом с дому. Ну, возможно. Похрен его знает. На самом деле, он не особо. Верит. Почему там же быть сарай? Это странно. Ну, допустим, в сарае и предохранитель. Сейчас сходим туда. Где-то должно быть сохранение. Блядь, как-то попасть вообще. А, вот только. Ну, ладно. Свет. Что? Так, кто здесь у нас есть? На всякий случай сразу предметы ищем. Черт, закрыто. В подвале я видел какие-то ключи. Может, они подойдут? Ты что, издеваешься? Ты в подвале видел? Блядь, ты мне говоришь, в подвале идти в сарай. Я прихожу в сарай, он говорит, иди в подвал. Блин. Хотя бы недалеко. Надо как-то искать, где сохраняется. Так, меня что, ничего сейчас не напугает? Где ключи-то видел? Вот это вот? Вот это? Какие ключи-то здесь видел? Ключ Николаса. Крен, узнать, что он открывает, но... Вот эта дверь, может быть? Нет, а где ключи он-то увидел? Что за бред? Почему он их видел? Здесь ключи... А, тут ключи есть. Прикинь, в натуре. Его не заметил. Ладно, пошел. Ты что, еле идешь? Давай побежали. Мы в темноте, ничего страшного. Можно бежать вперед, не оглядываясь назад. Так, сейчас, наверное, в подвале, в сарае. Все сделаем, что надо. Наверное, можно закончить. Ухрен, там свет вообще. Оп. Отлично. Здрасте, блин. Черт, здесь нет предохранителей. Естественно. А я тебе об этом говорил. Что за нах? Это хуйня. Да. Какой черт? Откуда это взялась кровь? Откровольная рубашка. Почему кровь, похоже, свежая? Как она здесь оказалась? Ну, вот эта штука, может быть, что-то говорит об этом. Зачем мне приносить все барахло из моего кабинета? Что это, блядь? Я в этом ничего не разбираюсь, но автор, думаю, знал, о чем пишет. Локатор помогает обнаружить, проводить анализ так называемых квантовых следов. Чего? Это позволяет видеть краткое воспоминание людей из прошлого, включая их точное мисположение и активность. Яси технологии. Использовать локатор на практике мне пока не доводилось, но нам приказали носить его на всякий случай. Что? Ладно, давайте на этом закончим. Если что, я до сюда пройду. От сюда начнем, где локатор взял, да? Ну, головоломка была легкая довольно-таки с этим шифром Цезаря. Это ерунда. Ерунда. Такое я знаю еще, блин, не знаю. В садике знал об этом. Вот. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. В комментариях обсуждаем в игру то, что пройдено. Не полностью. Полностью можно обсудить в финальной серии. Заходим в группу. Там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Вот такие вот дела. Ну и, как обычно, еще раз. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok